Помните, когда-то давно-давно, вы уже, конечно, наверное, забыли, мы с вами рассматривали тему такой – основные истины религии. И, в частности, первый из них, из этих истин, как вы помните, мы назвали это – истина бытия Бога, вера в Бога. Когда-то в истории и вопроса не было о том, что есть Бог или нет. Все были уверены, что есть Бог. Но уже, как помните, уже за тысячу лет до нашей эры Давид, пророк, пишет – Рече безумен в сердце своем несть Бог! Оказывается, уже тогда были люди, да я думаю, наверное, почти во все времена были такие отдельные люди, которые настолько переставали ощущать Бога в своей душе, если хотите, даже в мире, что говорят – да никакого Бога и нет! А кто это такое? А о ком мы говорим? А есть ли какие возможности постижения Бога? Да даже не только постижение Его, кто Он есть, а даже вообще-то познание того, есть ли Он! Даже этот вопрос, и тот с некоторого времени, кстати, совсем не очень далёкого времени, стал действительно проблемой для многих людей. Мы уже с вами говорили, что особенно усиленная эта идея, я бы сказал, атеизма стала развиваться и пропагандироваться где-то с XVIII столетия, а особенно с конца этого столетия, когда результатом этого скепсиса явилась Великая Французская революция с её ужасными вещами, жестокостями, пролитием крови, казнями и так далее. Кстати, сколько раз приходится в истории убеждаться, что дерево узнаётся по плодам! Как угодно можно восхвалять! И эти несчастные деятели назвали её Великой Французской революцией! И до сих пор она так значится в истории! Представляете, Великой в положительном смысле! Вы только посмотрели, сколько страданий, сколько крови было пролито! Великое! Кстати, и наша Октябрьская тоже Великая! А какие нескончаемые страдания принесла она нашему народу! Я не знаю, когда-нибудь будет написана эта книга, специальная, специальная книга! Надо бы, но почему-то не пишет! То есть, есть отдельные фрагменты, это бесспорно! Но чтобы написать, вот, фактически дать материал, подлинный, без всяких, знаете ли, фантазий, выдумок, да, а фодный материал, как это было бы замечательно! Дерево узнаётся по плодам, а не по тому, какие на ней красивые могут быть листочки! Одни действительно листочки естественные, а другие просто подвешенные! Как теперь делают искусственные цветы и цветочки! Так и здесь тоже! Так вот, вопрос, первый, оказывается, вопрос даже стоит не о том, кто такой Бог, если хотите, а есть ли возможность познания вот того, кого называют Богом! Вы знаете, однажды такое было! Я, помню, читал в одной военной академии лекции, и я не помню, на какую тему уже была лекция, но встаёт один полковник и говорит, вы простите, вы всё время употребляете слово Бог, а скажите, а кто Он и о ком вы говорите? Мне так это понравилось! Я сказал, всё, начинаем лекцию об этом! Да, действительно, это действительно необходимо начинать с этого! Иначе, на этом очень часто употребляем многие понятия, не объясняя их значения. И в результате наша, так сказать, ну, если хотите, проповедь или рассуждение оказывается в пустом пространстве. Этого надо избегать, насколько возможно. Но сегодня мы не будем с вами говорить о том, кто такой Бог. Об этом мы поговорим в другой раз и специально. А сейчас хотелось бы поговорить о возможностях познания Бога. Ну, вы представляете, что это такое? Возможностях познания Бога – это же один из аспектов большой проблемы. Какой? О возможностях человеческого познания. Вы знаете, сколько было в истории интересных явлений, когда подвергались сомнению, кажется, самые очевидные вещи. И совсем не случайно это было. А это было результатом, я бы сказал, такой усиленной умственной деятельности. И не просто какого-то нарочитого специального скептицизма. Нет-нет, а по существу пытались оценить. А действительно, а что мы можем познать? Какова достоверность нашего познания? В какой сфере мы что-то можем знать по существу, а не просто так, как нам кажется? Ведь сколько раз приходится говорить? Ну, помните, физика что нам говорила? Все мы учились в средней школе. Я недавно её кончил. Совсем недавно. Почти. Да, вы чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Всё нам, всё. Ну, я помню, что нам говорили, какие нам глупости говорили на уроках, что будто бы звука нет. Мы прям все рот до ушей. Ну и преподаватели. Ничего не понимают. Звука нет. А говорят, а как же? А как говорят? Это просто волны воздушные, которые бьют на наши перепонки, а перепонки ещё там на что-то нажимают. Наконец нажимают на чего-то такое-такое существенное, что у нас создаётся ощущение звука. Такая же, говорят, иллюзия, это обман. Объективно звука не существует. Вы что? Это чисто субъективное явление. А субъективизм – это знаете ли что такое? Вещи очень условные, очень относительные. Потом кто-то хорошо слышит, кто-то плохо. У кого-то музыкальный слух, он наслаждается чем-нибудь. А другой, как говорят, медведь на ухо наступил. Говорят, что тут? Чем вы радуетесь? Чушь какая! А уж если он запоёт, вот уж тогда все действительно в восторге бывают. Прямо по дедушке Крылову. Помните? Осёл, козёл, кто там? Кто ещё там? Осёл, козёл, осёл и косолапый мишка. Помните, задумали сыграть в квартет? Какой ансамбль-то получился изумительный! Так, видите, физика, по крайней мере, нам говорит, из всего того, что мы постигаем эмпирически, эмпирически, то есть с помощью наших чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Да, на самом деле, объективность – совсем не то. Интересно, что какой-нибудь там Кант, который жил в XVIII веке, ещё не зная этих вещей, тем не менее, уже чисто философски предузнал это и говорил, что одно дело – то, что мы постигаем эмпирически, это не то, это феномен, это явление. Явление чего? Какой-то, он говорил, динг ан зищ – вещь в себе, которая непостижимо просто, и всё. Закрытый ларчик. Мы видим только явление этой вещи, но какова она сама по себе, мы, в принципе, никогда не можем даже сказать. Про Зорли вообще я вам скажу, что философы очень часто предугадывали, так сказать, предсказывали такие вещи, которые открывались чисто эмпирически или научно-исследовательским путём через столетия и тысячелетия даже. Так вот, возможность, если говорить о возможностях человеческого познания, то мы встречаемся в истории действительно с вещами не только такого рода, о котором я сказал, но и более, я бы сказал, интересными и более, может быть, более внушительными, по крайней мере, по впечатлению. Как-то приходилось, по-моему, говорить о том, как были встречены, ну, многие открытия того же Галилея, Коперника. Что это такое за чушь? Вздумали! Что Земля вокруг Солнца! Да что, разве мы не видим, что Солнце вокруг Земли ходит? Ну, это ж надо быть, я не знаю, слепым! И вдруг они, эти глупцы, вздумали, говорят, что Земля вокруг Солнца вращается! Ну, чушь-то какая! Совершенно против очевидности! Я же вам говорил как-то, что и сейчас, говорят, в Лондоне есть клуб людей, которые утверждают... Правда, всё это такие люди почтенного возраста, которые упрямо рассуждают, что Земля плоская! И когда им говорят, ну, что вы, посмотрите, фотографии со спутника, они ухмыляясь и попивая пиво, когда они собираются, говорят, ну, вот сейчас фотомонтаж можно сделать какой угодно! Мы знаем уже эти надувательства! А посмотрите сами, где вы закругление когда-нибудь, идите сколько хотите, и нигде закругление найдёте! Ну, ясно же? Ясно! Что ещё вам нужно? Ну, хорошо! Так вот, в истории, если хотите, ну, науке, скажем так, громко, очень много фактов, когда сходу отвергались те вещи, которые сейчас, ну, для любого школьника являются элементарными. Все мы знаем пастеризация. Когда пастер открыл это, так его осмеяли, вы знаете ли, и Академия медицинских наук отвергла это как глупость. А уж когда там Мессмер вздумал говорить о каких-то возможностях, гипноз и так далее, то вообще, сказали, человек с ума сошёл. Ну, а насчёт, скажу вам, совсем близкой, совсем недавно, это какая-нибудь генетика. Посмотрите только на наши словарики советского издания и почитайте. Посмотрите, что такое генетика. Вы прочтёте. Лженаука! Буржуазная наука и так далее. Кстати, Вавилов так за это и пострадал. Да. Так вот, я к чему это говорю? Что, кажется, вопрос о человеческом познании – это вопрос очень серьёзный. И не только с точки зрения вот этих вот таких очевидных фактов, а теперь XX век, особенно вторая половина, ну, и настоящее время, конечно, когда теория познания достигла, я бы сказал, очень высокого уровня, теперь всё более становится очевидным. очевидным то, что эти познания наши очень условны – раз, очень ограничены – два. И нет уже по существу возможности говорить о действительно полноценно адекватном познании той объективной реальности, о которой всё время мы говорим, слышим, видим и пишем. Вообще, я вам скажу, это поразительная вещь. Я вот тут несколько цитаток вам зачитаю. Я думаю, для вас они будут совсем не безинтересны. Наш знаменитый академик Ландао – это крупнейшая фигура. Сейчас его уже нет, он скончался, но он писал всё время. Всякий существенный шаг вперёд связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Дальше он приводит целый ряд примеров. Так, теория относительности заставила физиков отказаться, как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Ну, скажем, это действительно. Вот это утверждение науки, ну, трудно его вместить. Ну, попробуйте это вместить, что время может быть разным. Ну, утверждают же. Причём, когда только появилась теория относительности, то многие учёные встретили её в штыки и были проведены самые тщательные, если хотите, скажу, вычисления, чтобы опровергнуть её. Увы, пришлось признать. Оказалось верным. Действительно, сидишь в электричке, она хорошо трогает, и не зря. Ах, перрон поехал обратно! Я-то спокойно сижу, а перрон с ума сошёл. Без колёс поехал. Да в другую сторону. Да, так вот он и пишет. Она оказалась, эта теория, безумной большинству исследователей. Но дальше он пишет. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями. Вы слышите, какое сравнение? Когда им пришлось осваивать квантовую механику с её дикими идеями. Как-то где-то я прочитал, может быть, это так, может быть, не так, но будто бы по одной из теорий квантовой механики, будто бы в микромире существует даже обратное время. Будто бы должно, я боюсь об этом сказать, ну, отрицательное, так сказать, время. Не знаю. Но об этом, может быть, это в качестве предположения, а может, действительно так. Не могу сказать. Вот сейчас будет 25-26 этого месяца. В Дубне будет очередная, ну, ежегодная конференция наука, философия и религии. Вот там надо будет спросить, существует отрицательное время или нет у физиков. Так это или не так? Да, может быть, они скажут. Там есть такие очень крупные учёные, да. Так вот, дальше, что на уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причём тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, это свойства, вы слышите, невидимость. Иногда свойства волны. Нильс Бор – это один из создателей квантовой механики. Эту странность даже микромира он назвал принципом дополнительности. То так, то сяк. Представляете, что такое частица? Ну, бросьте камень в воду и пошли круги, волны. Есть ли разница между брошенным камнем и теми волнами, которые идут? Ну, как же? Конечно! Здесь мы видим ситуации другого рода. Здесь вступили мы в тот мир, тот мир, в котором совершенно другие законы. Вы знаете, друзья, я вам скажу, что, может быть, может быть, многим было бы просто полезно немножечко почитать чуть-чуть о выводах, которые делает квантовая механика. Почему? Потому что здесь мы вступаем в самый внутренний мир материи, и вы знаете, в чём приходится убеждаться? Что этот мир существует совсем по другим законам. Там всё, я бы сказал так, всё не так, как это мы видим в нашем макромире, в котором мы живём. Всё иначе. Почему это полезно, я говорю? Потому что этот, я бы сказал, квантовый мир, этот мир микроматерии – очень и очень хороший образ духовного мира. Мы часто к духовному миру предъявляем, предъявляем, ну, если хотите, претензии или пытаемся его понять по нашим вот этим законам, и попадаем, я вам скажу, в очень неудобное положение. Ну, хорошо, когда человек спрашивает этого, не понимая, но иногда даже люди, кажется, верующие, начинают рассуждать о духовном мире, о Боге, там, о сверхчувственных явлениях, так, о многих фактах, связанных с ними, рассуждать так, а как же это понять? Например, как это понять, что человек может вдруг оказаться в другом месте? Как это в Деяниях апостола написано? Когда апостол Филипп, помните, Евнуха крестил, всё хорошо, и вдруг ангел похитил его и перенёс совершенно в другое место. Разве непонятно, что если с такой скоростью он летел по воздуху, то он должен был бы сгореть, не правда ли? А он не сгорел! Вот такие глупые мысли могут прийти! Ну, правда же, с точки зрения закономерности нашего мира с такой скоростью нельзя! Человек тут же помрёт, а то и сгорит! Ещё к тому же! Там другой мир, другие законы! Вот квантовая механика в этом отношении – это очень полезная область современной физики! Она настолько близко соприкасается вот с областью религиозного познания, что всегда является великолепным просто примером, когда приходится вот сказать человеку, вот даже здесь и здесь мы вынуждены, что? Только развести руками и больше ничего! Как же это может быть? Так, конечно, не может быть! Так и есть факт! Какая теория правильная? Не та, которая отрицает очевидные факты, а та, которая принимает их и может встроить в свою систему так, чтобы система носила непротиворечивый характер. Только такая теория, а не та! Когда, помните, мы говорили, когда во Французской академии наук поступило сообщение в конце XVIII века о том, что в таком-то месте упал большой метеорит и там было более трёхсот свидетелей, то что оттуда ответ был? Помните, да? Поскольку Бога нет, то камни с неба падать не могут! Это антинаучный факт! В музеи давай быстрей прятать метеориты, которые у них были, в запасники, куда-то подальше, чтобы не прослыть каким-то несчастными консерваторами, тёмными людьми, непросвещенными и врагами науки! Представляете? Не могут камни с неба падать! Ну, кому это непонятно? Ну, всем было понятно! Да, кстати, история науки нам даёт очень много поучительных примеров, которые говорят, с какой осторожностью мы должны относиться к фактам. Недаром даже у Шекспир писал «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», как точно сказал. И мыслители постоянно, если хотите, эту мысль повторяют, поскольку история учит нас этому. А вот я вам приведу пример, который очень понравится вам, я надеюсь, и который может служить просто великолепной иллюстрацией. Речь идёт уже о такой грубой материи, как электрон. Электрон! Что теперь электрон? Это когда-то электрон! Боже мой, мельчайший! Теперь что? Что там электрон? Уже и кварки-то уже куда-то уже говорят, это прошлое. Теперь какие-то теперь уже волны. Вот сейчас, может, в Дубне ещё чего-нибудь там скажут, ещё открыли, ещё глубже. Но, по крайней мере, даже об электроне смотрите, что пишет Оппенгеймер. Оппенгеймер. Стоит запомнить это, друзья мои. Если мы спросим... Да, Оппенгеймер – это руководитель, руководитель группы, очень большой группы учёных, которые создали первую атомную бомбу, которую затем бросили на японские города. А как-то я слышу, что будто бы Черчилль в 1947 году предлагал бросить её на Кремль с тем, чтобы сразу прикончить. Я не ожидал от него. Всё-таки человек произвел впечатление, кажется, такое достаточно умного. Но ум тоже может быть мечом обоюдоостром, может защищать, а может убивать. Представьте себе! Так вот, Оппенгеймер – это очень крупный учёный, ядерщик, возглавлял большую группу учёных, и вот, что он пишет об электроне. Вы послушайте и запомните, пожалуйста. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона – нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». Что за насмешка? Что, анекдот? Шутка? Нет, он совсем не шутил. В том-то и дело, что совсем не шутил. Вы скажете, как же это понять? Мы входим, электрон – это явление уже другого мира. Слушайте, вы должны знать, мегамир – это мир космоса, макромир, в котором мы живём, микромир – это вот то, та суть, суть, если говорить, материи, в которую мы пытаемся пробраться. Три мира, и там совсем разные законы. Там мы вступаем в область других законов. И поэтому говорить и спросить, а как же это понять? Никак. Фейнман, один из крупнейших физиков конца прошлого не только столетия, но и тысячелетия, не забудьте, пожалуйста, об этом. Так? Когда он читал лекции студентам, он говорил, не вздумайте задавать природе вопросы, почему это так или как это понять. Вы только просто полюбуйтесь, какая-то великолепная особа, какие-то удивительные фантастические вещи. Только полюбуйтесь, но не спрашивайте, почему и как, и описывайте это. Вообще, уже очень многие, точнее сказать, крупнейшие все учёные пришли к выводу, что мы в познании даже материального мира вступаем в ту область, где есть предел наших человеческих познавательных способностей. Есть просто предел. Не потому, что не хватает ума у того или другого. Нет, а просто предел уже всё. Дальше закрытая сфера. Ну, то, о чём я говорил вам, «Кант Динг Ан Зи». Да. Вещь в себе. Ну, как, видимо, теперь бы астрономы сказали, как чёрная дыра какая-нибудь. Попробуйте, заберитесь туда и узнайте, что там. Вот. Есть весь какой-то предел. Например, ну, какие вещи возникают, вы знаете, это надо бы просто поговорить, я думаю, физики смогли бы нам привести массу бы интересных примеров. Ну, вот принцип, принцип, наверное, неопределённости Гейзенберга. Он же говорит, что элементарные частицы, которые это внутри ядра атома, они обладают тем свойством, что невозможно одновременно определить их, их, ну, если хотите, массу, что ли, и скорость, вот, или положение его и импульс, и энергию. Определили вы одно, уже ничего не можно сказать о другом. И наоборот. Гейзенберг – это очень известный, крупнейший учёный, физик, и, кстати, скажу мне, только он физик, чем он интересен, Гейзенберг, что он и философ. У него интересная книга. если вот у кого-то будет время, я советую прочитать. Интереснейшая книга. Называется «Физика и философия». Физика и философия. Так вот, он там сообщает очень много интересных, интересных фактических материалов и прямо говорит, что сейчас уже те данные, которые нам открывает наука, они находятся на том уровне, когда только философия может дать нам возможность какого-то осмысления, каких-то выводов. Сама наука уже не в состоянии дальше. Философские требуются уже посылки, предпосылки и выводы. Почему он и назвал свою книгу «Физика и философия». Ну, если хотите, могу вам ещё кое-что сказать. Например, один из современных учёных Джон Уиллер писал так «Самое важное в квантовом принципе это то, что он разрушает представление о мире бытующем вовне». Слышите, что он говорит? Я сразу комментирую. Разрушает представление о мире объективном бытующем вовне. А какое представление? Ну, мы видим, что ещё нужно. Вот он и есть. А он так пишет, что он, значит, разрушает представление о мире бытующем вовне, когда наблюдатель отделён от своего объекта стеклянным колпаком. Представляете, образ такой. для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово наблюдатель и написать слово участник. Друзья мои, это, я вам скажу, это открытие с точки стеклянья, я бы сказал, богословской науки или для богословия имеет огромнейшее значение. Он выразил элементарное совершенно положение квантовой механики. Да, оставьте вы это, что вот объект, а вот я. Я на него смотрю и со всех сторон могу повернуть и пощупать, и потрогать, и посмотреть, он всё остаётся таким же. Нет! С точки точки зрения квантовой теории, это сейчас просто элементарный вывод, оказывается, нет! Мы не просто бесстрастные наблюдатели так называемой объективной реальности, а оказывается, воспринимая что-то, мы уже вступили в контакт, причём никакой не контакт, а настоящий, реальный, реальный контакт, в результате которого моё наблюдение уже меняет этот объект. Ну, когда мы говорим о макро-вещах в этом мире, то, конечно, мы скажем, что как-то ничего тут не меняется. Зато, когда мы вступаем в микромир, вы знаете, какие изменения происходят? Вот эти все коллайдеры и прочие всякие вещи, когда одними частицами бомбят другие и пытаются описать их, то что получается-то? Это примерно ситуация такая. Вот великолепная конструкция какая-нибудь, построенная из каких-нибудь шариков, легчайших шариков, но конструкция великолепная. Вы берёте и камнем как запустили и смотрите. Ах, вот, оказывается, а говорили, что это такая-то конструкция, кто-то предполагал, чушь какая, смотрите, в ней какие дыры, какие обвалы, какие сгибы. Совсем не то. и квантовая механика говорит, что мы даже не можем себе представить, как это можно наблюдать под ту сокровенную материю, как она есть, потому что наше наблюдение уже меняет этот объект. Ну, в каком смысле... Даже меняет. Здесь можно по-разному это понимать. В данном случае, на что обращаю ваше внимание? Вот на последнюю эту фразу нужно зачеркнуть слово наблюдатель и написать слово участник. Когда мы с вами будем говорить о богопознании, эта фраза ой, как нам пригодится! Сказал её человек-то совсем не богослов, и никакого отношения к богословию не имеющий. Занимающий только вот этим вот, этой материи и больше ничего. Но то, что для богословий-то, об этом давным-давно говорит, о том, что человек при верном образе жизни, духовной жизни, становится участником божественной божественной что, оказывается, познание Бога происходит не так, как мы познаём внешние аспекты, вот он, какой он Бог, дайте потрогать. Нет! Мы становимся участниками, и степень этого участия божества открывает нам того, кто именуется Богом. Вы знаете, когда постигают... Ну, об этом будем говорить, но я не могу не сказать, что бы... Лучше сказать десять раз, чем ни разу. Ведь, когда говорят о богопознании, то всё время интуитивно, подсознательно подразумевается, что Бог как какой-то объект. Да не объект это! Вспомните, беспрецедентные в истории религиозного сознания объявления Бог есть любовь! Простите, как любовь? Так это же чувство! Ну, ещё дух, ладно, как-то мы... Ну, это понятно, дух, все не видим мы, духа можно видеть, можно не видеть, а любовь сказать это вообще. Никогда этого не было. Это беспрецедентное, если хотите, открытие, если выражаться языком науки. И, оказывается, богопознание в чём заключается? В степени, в степени развития в человеке, точнее сказать, в степени очищения души человека, в результате которого очищение в человеке выявляется его богоподобная сущность человека, которая заключается в том же самом любовь. Почему апостол Павел, помните, в своём знаменитом гимне любви до первого послания Коринфянам, 13 глава, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, я ничто». Здорово? Ничто! Верно? Если любви нет, Бога нет тебе. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Опять повторяю, почему. если любви не имею, Бога во мне нет, ничего я тогда не знаю, никакого Бога не посягаю, никакому Богу я не приобщаюсь. А познание само по себе, сам этот термин – познание – есть ничто иное, как приобщение, как соединение. Вот отталкиваясь от этой вот фразы, которой только что я вам зачитал, что нужно зачеркнуть слово «наблюдатель», а написать слово «участник», обращаю ваше внимание на первые библейские строки. они касаются, кажется, совсем другой сферы, но употребляются очень интересные понятия. Это понятие потом повторяется в Библии бесчисленное количество раз. Понятие касается наших элементарных отношений, кажется, «и познал Адам Еву». Ну, все понимают, в чём дело. Понимают? Все видят только одну вот эту внешнюю сторону. На самом-то деле, о чём идёт речь? Речь идёт об очень удивительном, я бы сказал, факте, что речь-то идёт о познании то есть это соединение. Познание, в котором есть субъект и объект, это не познание, это некое, если хотите, отчуждение, это чуждость. Познание – это соединение, оказывается, это единение. Вы слышите, какая идея-то заключена в этих библейских словах? Это единство? Недаром? Помните, даже Христос цитирует и говорит – и будут два плоть едино. Слышите, даже говорит – это единение. Вот что такое познание! А не чисто внешнее какое-то рассматривание или внешнее отношение. Нет! Всё! Познание только там, где есть единение. А сбросьте слово «наблюдатель»! Не должно его быть! Должен быть только участник. Что такое участник? Это единение, единство. Это одно из самых серьёзных богословских, не идей даже, а истин. Вот только когда богопознание происходит, когда человек становится участником божественной жизни. А бог где находится? Кстати, где бог находится-то? Ага! А я знаю, на какой планете. Где бог находится? Где его царство? А где это царство? Внутрь вас есть! Удивительно! Вот, оказывается, где бог-то! Где он познаётся, бог! Даже не в созвездии лебедя, ни на какой-то планете. Царство боже внутрь вас есть! Вот где познаётся! Вот где этот драгоценный ларчик! А люди носятся, ищут всюду, где и счастье, проливают сколько крови, приносят страданий другим и себе, создавая это счастье и уходят, а оно вот оно, в тебе! Но открывает этот ларчик совсем другим путём. Путём исполнения тех законов, которые присущи духовному миру. если хотите, микро-этому микро-миру. Вот так, друзья мои! Это замечательная мысль! Причём, что значит, это не думать, что это его мысль! Это элементарное положение квантовой механики! Это действительно так! Наблюдатель, по крайней мере, в этой области становится участником всегда! Поэтому, когда вам говорят открыли то-то, то-то и то-то, то вам физик прокомментирует. Да, мы открыли, конечно, эти вещи, но мы здесь видим всегда материю, изменённую под воздействием нашего наблюдения. Здесь не единение, а наблюдение. И это очень искажает ситуацию. я бы сказал, что основные гносеологические, гносеологические, гносеологии, вы же помните, вы изучали же в ведении философии, знаете, гносеология – науку опознания. Это область философии, точнее, опознания. Так вот, основные гносеологические выводы, проистекающие вот из современного научного и философского знания очень хорошо, очень точно выразил вот всё тот же Вернер Гейзенберг. Я из его книги «Физика и философия» вам привожу эти цитаты. Послушайте, и это стоит тоже запомнить. Значение множественное число значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими не могут быть точно определены. Сейчас прокомментирую я. Поэтому путём только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Наш физик, русский физик Ахлибинский замечательно подвёл итог. тому, что может сказать, что говорит современная наука познания. Вот его фраза. Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Знаете, как приговор. много очень наивного звучит. Наука доказала, наука открыла истину, наука сделала то-то. Когда-то действительно учёные, может быть, так мыслили и гордо поднимали голову. Теперь нет. нет. Теперь нет. Учёные мало скажут о законах, они скажут о теориях. они не скажут об истине, они скажут о моделях. Вот какое дело-то! Никакая форма умозаключений, оказывается, не может дать нам абсолютно достоверного знания. Речь идёт, друзья мои, о естественно научном знании. Потому что наука сама по себе эта область очень широкая, то есть не очень широкая, она охватывает все виды деятельности человека, все, любые. В данном случае мы говорим о естественно научном знании, то есть о естественных науках. Физика, химия, астрономия, биология, геология, хотите, естественно научные знания. Мы об этом говорим. В данном случае мы не говорим даже о математике, это уже точная наука, которая, конечно, лежит в основе всех возможных умозаключений, это правильно, математическая логика, но я говорю о естественном научном знании как таковом. вот эти я бы сказал выводы, выводы крупнейших ученых, если хотите, это выводы, это первый рубеж современной науки. Вот, первое. Что будет дальше, мы не знаем, но сейчас вот стоят вот так. Дальше не знаем. Тот же Фейнман писал, тот же Фейнман писал, что вот почему наука недостоверна. Как только мы начнём говорить о том, что должно быть, чего мы не знаем, мы делаем предположения, а эти предположения всегда являются только предположениями, а не знаниями. и из многих предположений только некоторые оправдываются впоследствии. Вот какова реальная, объективная ситуация. Естественно, научные знания оказывается находятся в предположении создания теории различных моделей, дискуссии. Кстати, вот уж где нет толерантности, я вам скажу, это в науке. И если там будет толерантность, то науке тут же надо заказывать гроб. И если там не будет дискуссий, не будет войны настоящей, не будет настоящего серьёзного анализа, то тогда во что превратится наука? Если все толерантны будем, да, 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 вы сказали, что Земля вокруг Венеры крутится, да, а другой, да, Марс вокруг созвездия какого-нибудь, да. Нет, нет, это там немыслимо. Немыслимо. Толерантность касается только межчеловеческих отношений. Я уважаю, что если вы считаете, что Солнце вокруг Земли, ну, пожалуйста, это ваше право. Но когда касается области рассуждений, я скажу, эта точка зрения ложная. Кстати, ложная точка зрения и то, что Земля вокруг Солнца, тоже ложная, если мы поставили точку. потому что оказывается, не только Земля вращается, но и Солнце, оказывается, вращается. Вот надо же дополненницы придумали, а? Как было хорошо, когда Солнце вокруг Земли. Ну, стало, может, получше, когда Земля вокруг Солнца. А теперь и Солнце вращается. Ну, придумали. И вся Солнечная система, оказывается, вращается. И весь космос вращается. Боже мой! А что же дальше там? А конец-то где? Вселенная. Можешь себе представить? Конец. Нет. Сразу спросим, а дальше что? А можешь себе представить бесконечную Вселенную? Нет. Как бесконечную? Ну, где-то же должен быть конец. Вы слышите? Вот наш этот макромир, наши законы, наши представления, насколько они могут соотноситься с другими реальностями. Средневековые учёные, например, никак не могли понять такой простой вещи. Как эта совокупность всех натуральных чисел равна своей части какой-то? Ну, допустим, всех чётных чисел. Абсурдно, правда ли? Ну, ещё бы! Даже каждый школьник скажет. Забыли, что одни законы для конечных чисел, а другие – для бесконечных. Совсем другие законы и другие выводы. Кстати, это касается и богословия, почему я привожу этот пример, когда по отношению к Богу предъявляют такие какие-нибудь вопросы. Что такое бесконечен Бог? Или как это понять его бесконечность? Или не может ли Бог создать камень, который не может поднять? Понимаете? Вот такие вот глупости. Бога представляют по образу и подобии кого? Нас, человеков! Забыли, что совершенно это иная сфера бытия. И хотя бы даже с точки необычной, что если то... Научной, что как только мы сказали Бог, мы вступили в область бесконечного, бесконечности, а нельзя законами конечными описывать и пытаться понять всё то, что касается области мира бесконечного. Ну, хотя бы в этом плане. Даже так. Вот так, друзья мои. Это вам краткий, я бы сказал, такой очень краткий чудик, небольшой, который – это такие выводы, только выводы. Конечно, можно было бы, вы знаете, бесконечно расширять вот эту область, хотя бы даже просто иллюстрации. И, кстати, это очень важно знать, то, о чём вот сейчас мы говорим. Но в данном случае я бы хотел сейчас обратить ваше внимание, что говорит богословие по поводу возможностей, познания, в частности, Бога. Я тоже вам приведу несколько мыслей таких очень авторитетных святых в церкви или святых отцов, которые покажут нам любопытное, любопытное, прям, если хотите, ну, просто тождество выводов современной науки и богословия, изначального богословия. Что, скажу вам ещё раз, невольно наталкивает нам мысль, что где истина, там она не имеет времени. Она всегда, истина-то, одна и та же. Ну, тут вот несколько цитат, но более всего мне, знаете, нравится мысль преподобного Симеона Нового Богослова. Очень нравится. Он пишет так. Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, ух, как точно, точно, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество, то есть божественную природу, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. Приводят человеческие понятия и человеческие слова. Не помните ли? Я вам зачитывал Кейзенберга. Где-то он такой. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Действительно, а как мы определим? Что такое душа? Не скажет никто? Что такое время? Я помню, однажды купил книжку «Направление времени». Хотел так, интересно, что ж такое, думаю, время? Так, ничего не понял. Ну, и он сознаёт, сам автор, я забыл, автор «Направление времени» вылетело из головы. Трудно сказать. Что такое пространство? Сейчас вам никто то же самое не скажет. Уж я не говорю, что такие понятия, что такое дух, кто такой Бог, что такое истина? Пилат, помните, не стал даже и слушать Иисуса Христа, а просто бросил, что такое истина. Всё, и пошёл. Древнегреческая философия уже разуверилась. Софисты так блестяще подорвали авторитет этих многих философских положений, что уже говорить об этом нечего. Вот и Семён Новый Богослов пишет «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество». Это вы, это вы, богословы, приводите слова и понятия и изображаете там божественное естество. Кроешь догматику, смотришь, там всё по полочкам Господь Бог раздроблен, прям всё, всё по полочкам расписано. Думаешь, ну, молодцы! Ну, надо же это, как ловко всё! Невольно вспоминаются слова. Это из Гёте. Так вот, предмет, желая изучить, учёный прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет, и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Ух, как силён! Молодец! Правда? Так вот, сейчас мы в богословии этим занимаемся, расчленяем Бога на такое множество уже всяких положений, что, боже мой, чего только нет! Откройте только, так, догматику, наверное, митрополита Макария. Недаром Хомяков Алексей Степанович очень непочтительно выразился о ней! Очень непочтительно! Это никому не рассказывайте только, пожалуйста, да! Никому не рассказывайте! Макарий провонял схоластикой! Вы представляете? Паршивец какой! Что сказать такое? Ну, верно! Наши учебники по богословию XIX века, они все находились под чем? Вот прям в русле, я бы сказал, в русле именно этой схоластической науки Запада! Вот это деление, вот это членение на эти все части! Боже мой, чего только нет! И до чего доходили, я вам скажу, это изумительно! Например, Пётр Могила, значит, деля всё богословие, если говорить на три части – на веру, надежду и любовь, говоря о любви, вы знаете, что он там делал? О любви! Он приводил десять ветхозаветных заповедей! Не убей! Ох, какая любовь! Ну, слушайте, я никого не убил! Не кради! Не кради! И так далее! Это заповедь, это о любви раздел! Вдруг показать! Десятью заповедей ветхозаветными, которые говорят – возлюби ближнего и возненавидь врага твоего! Вот это заповедь о любви! Всё писали! Всё точно! С западных учебников прямо так и писали! Недаром архиепископ Василий Кривошейн, когда говорил о богослове Петра Могила, митрополита Киевского писал, что это одна из самых... Он был один из самых прокатолических писателей церкви! Действительно! Схоластика одна сплошная! Боже мой! Что только! Вот так! Вот и Семён Новобогослов и говорит – я оплакивал! Не как-нибудь, а оплакивал род человеческий! В общем, друзья, выводы, какие мы... Ну, если хотите, я вам ещё время прочитал Максим Исповедник, ладно, ещё уж прочту, так и быть! Преподобный Максим Исповедник «Великое таинство в очеловечении и божества всегда остаётся таинством!» Вы знаете, очень возможно, что... Я не знаю, как перевод. Может быть, тайной? Вы обратите внимание! Я отвлекаюсь, но хочу сказать об этом. Служебник берёте священнический. Там написано – тайные молитвы. И поняли, как это? То есть, да не услышит кто-нибудь из тех, кто не посвящён священству. Да не тайные, а тайные в смысле таинственные. Глубоко таинственные молитвы. Если кто был рядом и слышали, вот, когда Святейший Патриарх служил литургию на Лаврской площади, и он читал в микрофон эти тайные молитвы. Я вам скажу, они, эти содержания этих молитв прямо вызывают мороз по коже, для чего это потрясающие молитвы! Это надо бы прям всем бы слышать эти молитвы! Совершенно другое ощущение тогда от литургии, другое совсем понимание литургии. Это таинственные, а не тайные! Не тайная, которая скрывается, а таинственные! Действительно, это таинственные, поразительные! Какая глубина там! Поэтому очень важно, кстати, ну, студенты, вы проходите, конечно, но надо почаще обращаться и почитать эти молитвы, которые читает священник во время евхаристического канона. Я вам скажу, такой глубины, такой силы и такого ощущения какой-то потрясающей святыни, это редко где найдёшь! Так вот, Максим Исповедник, великое таинство в очеловечении. Речь идёт, конечно, не о таинстве, что мы говорим, когда вот перечисляем таинство, это речь о тайне, великое тайна в очеловечении божества. Всегда остаётся тайной. Сама эта тайна всё же пребывает совершенно сокрытой и непознаваемой никаким разумом. И пусть сказанное не представляется никому невероятным, ведь Бог, будучи сверхсущностным и превосходя всякую сверхсущность, выжелал прийти к сущности и сверхсущностным образом облачился в бытие человеческое. Ну, знаете, красивый ещё был! Ну, грек! Да, верно! Да, если уж здесь мы видим в этом микромире, то же самое, кстати, и в мегамире, мы видим такие сокровенные вещи, такие тайны, что только удивляемся и не находим понятий, с помощью которых могли бы передать это на наш язык. Просто нет понятий, и всё! Вот физики, они же вынуждены были! Я смеюсь и спрашиваю, какие волны, чего вы ещё придумали? Они говорят, Алексей Ильич, я не знаю, как описать. Ну, нет понятий в нашем языке, чтобы можно было выразить вот то, что вот так открылось, вдруг неожиданно. Какие, друзья мои, выводы можно сделать из наших с вами сегодня такого рассуждения, нашего общения? Первый и очень важный вывод. Если даже в области познания материального мира, с которым можем делать, кажется, всё, что угодно с бедным, что мы с ним не делаем, только с нашей природой, рубим, колем, взрываем, если уж даже этот мир, кажется, доступный, оказался для нас тайной, причём такой тайной, что мы даже не можем переступить, не можем понять, просто не можем понять, и всё. Так? То, что же мы можем сказать, и как мы можем после этого преподносить какие-то претензии к христианству, когда оно говорит, да, это тайна, Бог Троица. И у нас нет слов других, кроме тех, которые вот нам дал Бог, открыл, но мы ими выражаем, но мы прекрасно понимаем, что мы не понимаем, что все эти представления, которые даны нам, они подобны приблизительно следующему, когда, например, слепому хотят объяснить цвета, нажимают до первой октавы, говорят, это красный цвет, ре, это зелёный, ми, голубой, понял? Понял, вот спасибо, теперь я понимаю. Наконец я понял цвета, о которых вы говорите. Вот спасибо, понял. вот наши слова, они же все из этого взяты, мир это, да как же ими описать совершенно другие реальности? Все эти слова, которые касаются, которым произносим богословие, они являются только некими, некими векторами, вы слышите? Вектор – это направление, векторами чего? призывающему человека к уподоблению Бога, к участию в божественной жизни. Каким образом? Через правильную жизнь. Тогда начинается то постижение Бога, которое действительно невыразимо с помощью наших этих понятий, потому что переживание, оно невыразимо, я рад, ну и откуда вы знаете, как я рад? Ну и как я рад? Что вы знаете? Ничего не знаете. Бог есть любовь, вы слышите? Невозможно описать, это же можно только пережить. Так и здесь, оказывается, есть внутренняя способность человека познавать, а все слова и понятия это только векторы, которые говорят нам о том, куда нужно идти и как нужно идти, чтобы понять Бога. Так вот, мы не можем подходить к познанию Бога подходить с точки зрения здравого смысла. Здравого смысла? Какого смысла? Что такое здравый смысл? здравый смысл – это вот то, к чему мы привыкли. То, к чему привыкли мы, то и является здравым смыслом. То есть, к нашему вот этому мирку, наши – это болотцы, и вдруг мы с точки нашего болота хотим хотим понять, что такое океан. Вот так, друзья мои, это вот главнейший вывод, который для нас очень важен, он для нас важен, и он важен для каждого человека, кто желает познакомиться с христианством. Надо это объяснить и сказать, и не думайте. Вот есть некие условия только, благодаря которым мы можем говорить о Боге как таковом. Вот таким образом, но никаким другим. Вот в связи с этим я бы мог конечно вам сказать, есть два способа описания Бога. Апофатический способ, то есть отрицательный, который в чём заключается? Мы ничего о Боге сказать не можем. Всё, что вы не сказали, это будет неверно, это будет искажение. Всё! Потому что мы будем говорить словами этого мира. Ну, что не сказали вы? Это действительно кажется, он верный по существу. Бога никто же видя нигде же. Но если бы мы стали на такую точку зрения, то мы бы себя лишили Бога. Почему? Мы должны говорить хотя бы применительно к нашему божеству должны говорить о Боге. Это метод катафатический, положительный метод. Чем он характеризуется? Бог есть добро, а не зло, истина, а не ложь, любовь, а не ненависть, вы слышите? Хотя мы не можем писать, что это такое Бог любовь есть, что такое добро, что такое истина, но мы это чувствуем и понимаем. И пусть мы понимаем хотя бы в нашем примитивном смысле, но мы знаем уже, дано направление, на каком пути мы можем стать соучастниками божественной жизни, познать Бога. Поэтому, видите, катафатический метод познания или наше богословие, так называемое научное богословие, это необходимый инструмент, без которого невозможна просто религия, без катафатики. Апофатика, апофатический отрицательный метод, он умозрительно нам просто говорить о том, что по существу мы действительно о Боге ничего не можем сказать по существу. Это хороший фон, но нам приходится говорить о Боге с тем, чтобы действительно имела место религия. Это способ описания, слышите, это не познание Бога, как это часто в наших книжках пишут, апофатический, катафатические методы познания Бога. Какое познание? Это способ описания. А познание Бога? Да, есть два способа. Один способ рациональный, это вот наше богословие, которое мы называем Бога, личным, всемогущим, трипостасным. этот метод, этот метод познания даёт нам общее представление, представление о Боге. Но по существуем, единственным методом познания Бога это является духовный опыт, религиозный опыт, правильная жизнь. Другого способа просто нет. И все наши богословские знания это будет ничто, это будут мыльные пузыри будут, если они не приводят нас к жизненному опыту, не подвигают нас к тому, чтобы мы действительно могли хоть немножко двинуться с места и начать жить по заповедям в молитве и покаянии. Если этого не будет, всё наше рациональное богословие ничего не будет стоить. Нуль! Нуль! Как говорят, злейшие атеистами были кто? Те, которые прошли духовную школу, что-то узнали, что-то изучили и начинали издеваться. Именно издеваться просто и больше ничего. кстати, бесы всё знают, не верят, а знают, не верят, а знают и остаются бесами. Вот рациональное познание Бога без приобщения к Нему. Богословие, кажется, может стать для человека бесовщиной, сделать его бесом из грешного человека превратить во что? Когда он только одним умом запоминает какие-то там истины, а сам и пальцем не двинет к тому, чтобы не осуждать, не завидовать, не лгать, не притворяться и прочее, прочее. Субтитры создавал DimaTorzok